У меня тут такие жигутики из платьев. Вот так вот я их храню. Достала, значит, я отпариватель. У меня отпариватель киви. Ну, он такой средний, мощный. Но его хватает для того, чтобы некоторые виды тканей привести в порядок. На лен, конечно, он слабоват. Лен все-таки надо утюгом. И у меня есть такой кондиционер вернель. Он очень вкусно пахнет зеленым чаем. Легкий-легкий такой аромат то ли зеленого чая, то ли кураги. Ну, вот для любителей легких ароматов на лето отлично идет. Все-таки тот кокосовый тяжеловат. Я поменяла все кондиционеры. Сейчас футболки стираем очень часто. И я прочитала в интернете лайфхак. Вообще давно его знала, если честно. Я добавила пару капель в резервуар для воды. Я не знаю, что из этого выйдет. Потому что раньше я добавляла только в утюг. Но аромат, честно говоря, кондиционера немножечко менялся. Посмотрим в этот раз, что из этого выйдет. Вот. И буду сейчас отпаривать свои платьишки. Надеюсь, что ремни будут вкусно пахнуть. Вы только посмотрите на это. Ну как? Это можно было не купить. Это... Как вы думаете, что это? Это... Трубочки. Стеклянные. У меня дома есть одна единственная металлическая трубочка. Но она очень нагревается, если через нее пить горячие напитки. У меня есть такая специальная чашка с крышкой. Вот. И эта трубочка предназначалась для этой чашки. В общем, она очень нагревается. Пить тяжело. Поэтому я взяла стеклянные. Вчера в БИМ. Последняя упаковка была. Последняя. Может быть, там еще были какие-то другие коллекции. Но это коллекция кактусов. Ну, вы посмотрите на это милейшество. Я их помыла. Они мне чуть-чуть мокрые. Конечно, с ними нужно обращаться аккуратно. И плюс еще идут разговоры о том, что эти трубочки заполонили весь мир, что это очень вредно. Да, это вредно. Пластик, это вредно. Не будем о грустном, как говорится. Поэтому стеклянные трубочки. Они, правда, немножечко похожи на какие-то лабораторные приспособления для опытов. Либо для анализов. Не знаю. Но чем-то. Если бы не вот эти вот цветочки. Причем все это стекло сделано достаточно качественно. Если бы не эти цветочки, то была бы совсем колба. И вы посмотрите на это милейшество. Это на самом деле очень практично и по-турецки. Потому что меня всегда волновал вопрос, как мыть мою металлическую трубочку. То есть я там под кран ее пускала с водой, но внутри ты не промоешь. Но здесь все продумано. Все продумано. Я думаю, что ее даже можно будет запихнуть в посудомойку. Я не знаю, осталось ли еще что-то в биме, но я взяла последнюю упаковку. Стоили они, по-моему, где-то 30 лир. По-моему, вот раз, два, три, четыре, пять, шесть штук и микро-ершик. КОНЕЦ Друзья, мы сейчас собираемся поехать развеяться. Немножечко, правда, у нас такое адское пекло. Я хочу вам показать, какой лук я себе составила сегодня. Вот эту классную майку я вам уже показала. Майка блузка с тренд-йол. Она суперская. Я, кстати, искала ее на Алиэкспресс для вас, потому что не все живут в Турции. Тренд-йол также представлен. Тренд-йол Милла представлен на Алиэкспресс я не нашла. Для хорошего качества. Ну, в общем, классные. Вот так. Такие вот у меня джинсы. Они не мамсы. Но они на мне сидят не как мамсы. Они, по-моему, мамсы, на самом деле. Бершка. Винтаж Инспирт. Ну, они такие, знаете, коротенькие, с рваными коленками. Они, может быть, сейчас не очень актуальны, но мне нравится, как они на мне сидят. Я, в принципе, плюю на то, что актуально, не актуально. Но говорят, что вот такие вот потертости, они продают объемы ляжкам. Но сейчас мои ляжки значительно уменьшились. Кстати, я в эти джинсы не влезала. Ну, я влезала. Они на мне как на барабане сидели. Сейчас прям отлично сидят. Так. Еще такой вот ремень Аксессуриз. Я его так хорошо поносила. Здесь нет даже отверстий. А в качестве отверстия можно использовать любое переплетение. Классный очень ремень. Много лет мне служит. Вот когда покупаешь ремень качественный, хороший, кожный, он служит много лет. Он будет как акцент здесь, мне кажется, классно. И смотрите, что еще хотела вам показать. Опять же, кто смотрит меня давно, я купила сто лет назад вот такую сумочку. Сумочку я покупала на Алиэкспресс. Она позиционировалась как кожаная. Она очень качественная. Действительно очень качественная. С таким вот ремнем внутренностью. Как она открывается, кстати? А вот так вот. Внутренность у нее хорошая, такая качественная. Хорошо сделана. И все бы ничего. Смотрите, фурнитура. И все бы ничего. Я ж люблю насекомых. Когда мне стали писать подписчики, Маша, это 100% копия Гуччи. И тогда я начала грузиться. Я ее буквально пару раз носила, а потом я начала грузиться, что это такая явная подделка. И как я буду вот с ней ходить, да? Как-то она мне лежала в шкафу. А вот сейчас я достала и думаю, что самое время начать. Почему? Почему? Потому что я наплевала на все это. И смотрите, есть такая история. Недавно смотрела видео одного блогера. Она говорила о том, что сами же брендовые дома брендов выпускают подделки. Вообще есть такая идея, что они сами выпускают эти подделки, тоже не менее качественные, но гораздо дешевле. И неплохо на этом зарабатывают. Это первый вариант. А второй вариант еще есть такой, что брендовые дома позволяют делать подделки. И это служит им дополнительной бесплатной рекламой. Смотрите, любую проблему можно обернуть так, что это будет вам во благо. Ну, мне нравится эта теория, поэтому я без зрения совести буду носить эту прекрасную сумочку, тем более, что она кожаная. Ну, похоже на кожаную. Знаете, как продавала? Что самое интересное, когда еще в Турцию можно было заказывать на Алиэкспресс без проблем, купила, кстати, я ее не за такие уж и маленькие деньги, эту сумочку. То есть она была не 3 копейки, и она позиционировалась как кожаная. Но вот я сейчас трогаю, и не могу понять, кожа это или нет. То есть они так классно сделали, что как бы особо и не догадаешься. И когда я ее купила, буквально через пару недель она исчезла. То есть на Алиэкспресс же тоже запрещены копии. И они, видимо, вот ее моментально продали, и тут же их, по-моему, даже магазин они закрыли моментально, или позицию вот эту закрыли. Ну, в общем, такая история у моей сумочки. Она очень красивая, она мне очень нравится, и она очень летняя, и подходит под этот прекрасный лук. После очень долгого перерыва мы приехали в торговый центр Реаль. Честно говоря, я даже забыла, как он здесь выглядит. Не ужинали сегодня. Муж тоже после работы голодный, чтобы не терять время, поскольку нужно успеть до 9, решили сразу же поесть. И, как вы видите, эти столы полностью убрали. Люди нашли выход, они едят возле пальм. Раньше этого не делали. Раньше всегда боялись законов. Сейчас просто уже на все закрывают глаза, и в том числе и охрана. И люди делают то, что хотят, потому что очень хочется есть, выходить на улицу долго и жарко. Пока муж стоит в очереди, я буду есть протеины курицу. Еще очень смешное название, вот кебабный шишка. Шишка с турецкого переводится как толстый. Вы знаете, так мало, оказывается, человеку надо для счастья. Я вот буквально развеялась, чуточку выехала в торговый центр, и просто настроение поднялось очень сильно, потому что для того, чтобы оценить то, что ты имеешь, нужно лишиться какой-то банальной вещи, просто возможности передвигаться по городу. я соскучилась по людям, честно скажу, я соскучилась по социальной жизни. Я надеюсь, что скоро все откроется у нас, хотя бы к 1 июня. Кстати, вот этот магазин бижутерии мне очень понравился, и вещи выглядят очень правдоподобно, похоже даже на золотое покрытие. Хотела что-то взять, но удержалась, потому что я дала себе слово, что я не буду покупать себе бижутерию, потому что долго она, к сожалению, не служит. На самом деле, целью моей сегодняшней поездки в Реаль был парфюмерный магазин Мэтт. Я целенаправленно ехала за одним парфюмом, и получила огромное удовольствие от этого магазина. Я потом вам расскажу про парфюм. Обратите внимание вот на эту черную коробочку с названием Наркотик. Невероятно стойкий парфюм, который держался у меня два дня, даже после душа. Черненькая коробочка, не фиолетовая, вот которая справа. И это, по-моему, закос под наркотик, флер наркотик. Но я себе взяла совершенно другой аромат, я вам потом про него расскажу. Очень красиво выглядит этот бутик. Прямо очень достойно он сделан. Я приятно провела там время. Это уже магазин Rossmann. Я пришла сюда за своим любимым шампунем Love Beauty Planet, но, к сожалению, его разобрали, потому что он очень вкусно пахнет. И вот эти лаки позиционируются Мара как натуральные, но они, не знаю, могут ли быть лаки для ногтей натуральными, иначе как они будут держаться. Вот видите, пустые полки. Love Beauty Planet пользуются популярностью. Вегетарианство, веганство в Турции набирает обороты. Видите, бренд Rossmann из Сана теперь прикрепляет значки вегана. И вот этот чай Herbie Girly, по-моему, называется, он для девочек при ПМС хорошо помогает, говорят, я не пробовала, честно говоря. И Rossmann кофе ни разу тоже не пробовала. Интересно, вкусно или нет, если знаете, напишите. Мы зашли попить кофейку в Старбакс по привычке, и Старбакс нас сегодня не радует большим количеством тортиков и снеков. Видимо, конец дня, все уже съели. Мы выпили наш кофе. Я, кстати, всегда прошу добавить мне корицы в кофе с молоком в Старбаксе. Маша благополучно убежала от хозяина. Мы выпили кофе на лавочке на свежем воздухе. Спасибо. Люблю мужские отделы. Зашла в мужской отдел, купила себе парочку футболок, кстати, такого неожиданного цвета. Я не знаю, носят ли мужчины такие футболки. Просто за копейки 30 лир футболка из хлопка. Ну, на лето мне хватит либо дома ходить, либо на улице. И, собственно, вот подъехала распаковочка. Смотрите, как добротно выглядит коробочка. Все инсертификаты присутствуют GMP и ISO. Я просто хочу вам показать, как сделан этот парфюм, а про аромат, наверное, я расскажу вам позже. Кстати, упаковку парфюма выглядит как... Мне почему-то напомнило пачку дамских сигарет. Кстати, сама бутылочка мне не очень понравилась, как сделана. Если придираться, ну, она достаточно дешево сделана, можно так сказать. Но то, что внутри, поверьте мне, достойно вашего внимания. Но об этом в следующих видео. в следующих видео.